здравствуйте дорогие друзья продолжаем наше путешествие по книге тейлим 36 целом первое что встречается в этом салме в наших книгах это защита в дороге защита дороги в первую очередь вообще говорят о том что сегодня многие мудрецы что в машине в самолете вообще в дороге как бы надо обязательно читать этот именно псалом особое внимание уделяется там седьмой седьмому пыроку там именно там где справедливо стоя как мощные горы говорит что если человек совсем опасается дороги можно написать это такую строчечку себе седьмая строчка этого псалма тоже написано когда мы читаем псалом мы должны для себя мысленно выделить седьмую строчку думаю вот о чем написано что это мистическая строчка помогает тем кто уже ушел из нашего мира с кем у нас сохраняется связь это большая помощь душе ушедшего в тот мир человека я уже говорил хорошо читать дороги перед дорогой особенно написано если ты знаешь что кто-то намеренно хочет тебе навредить в этот день или там в этом пути обязательно читать этот псалом вообще очень серьезный такой мистический глубокий псалом и комментаторы говорили что это как бы внутренний такой диалог дурного и доброго начала в человеке скрытый в виде вот таких вот слов кроме того написано что псалом говорит нам о том что злодей который считает что всевышний не видит их поступков иначе иначе делает занимается по этому злому он сильно сильно ошибается что еще написано написано что это молитва чтобы не оказаться в окружении злоумышленников то есть какое-то дело собираются если волнуешься пойдет ли но в хорошую сторону надо молиться написано что этот псалом специально серьезнейший урок людям которые идут за своим побуждениями всякими он внушает чтобы они не боялись бога чтобы хвалить дурные поступки и таков путь написано дурного начала в этом мире сначала он уговаривает дает кушать а потом поднимается и обвиняет на шестую строчку псалома есть интересное толкование мальбима он говорит что есть два вида управления миром первое постоянное которое существует природа холод там жара и так далее и непостоянное то через которое поднимается так сказать через чудеса и между этими двумя видами управления есть связь так как один и другой исходят от творца когда люди совершают хорошие поступки говорится в толковании к этому псалома мальбима происходит много чудес одетых в законы природы которые человек практически не замечает то есть наша доброта никогда не пропадает в тегелиме 36 еще раз говорю такой глубокий очень такой внутренний есть объяснение почему плачь вообще человека когда сердце плачет от сердца разрываясь это сгула для хэсэда чтобы все изменилось написано что это в этом тегелим написано как дорога твоя милость бога смысл этих слов в том что милость тяжело найти имеется суд и не дай бог там есть продолжение какое дальше люди в тени твоих крыл спрячутся это аббревиатура слов плач как так как плач помогает такая аббревиатура слова это книга что еще двенадцатый пэрик этого псалма написано что кроме простого понимания этого стиха еще книга по ним я вот была так она приводит объяснение что там есть в двенадцатой строчке первые первые части вот первые буквы стиха часть и трог слова образуют почему и трог это не приведи на меня написано связано с строкой не приведи на меня стопу высокомерных почему потому что четыре вида растения символизирует четыре вида людей и главным растением считается и трог который сочетает и вкус и аромат и запах и и поэтому там написано что как мудрецы из этой строчки выводят самое страшное чеки надо избавляться от гордыни вот этого не должно быть вообще ну и последнее что есть поэтому псалму написано из тебя ну как бы по-русски сказать достали враги вот они тебя действительно тоже чувствуешь на пределе 13 раз читается этот псалом обязательно помогает все брахала слаха